Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите, в последнее время я сама себе надумываю проблемы и испытываю чувство тревоги. Посмотрите, надумываю сама себе проблемы. Это тревожность, безусловно, но это, по сути, то, что лежит в основе тревожности, а именно избегание собственных счёт. Ну, можно много, наверное, говорить о том, что здесь у вас есть, как бы, мнительность, да, вот, и прочее, и что вам эта мнительность для чего-то нужна, например, для избегания реальных проблем, чтобы себе придумывать проблемы, чтобы что-то не делать, вот. Но это всё, по большому счёту, лирика, потому что, по факту, тревога, а также надумывание собственных проблем, это из-за конечного. Из-за конечного. То есть, грубо говоря, есть чувства, которые никак не находят выхода в ваших действиях, в ваших движениях, в ваших поступках, в вашем поведении, и ничего не остаётся, кроме как реализовываться в мыслях. Ну, хоть так, хоть в мыслях будут реализовываться. Вот. Кроме того, вы не говорите о том, что у вас это было всё. Говорите вы о том лишь, что это у вас последнее время. Значит, последнее время, недавно, относительно, что-то произошло, что выбило вас из колеи. Вот. И, в общем-то, нужно смотреть, что именно выбило вас из колеи. Нужно смотреть, что с вами произошло, какие события вы пытаетесь игнорировать, потому что вы, на самом деле, пытаетесь события игнорировать какие-то. через вот тревогу и через такую повышенную, значит, ну, повышенный такой тонус мыслительный. Вы пытаетесь игнорировать, значит, вот эти события, которые произошли и тот опыт, который вы получили, тоже пытаетесь игнорировать. Ну, условно говоря, условно говоря, если я спортсмен и тренируюсь, например, футболист или бегу спринтером, я тренируюсь, мне скоро выступать. Ну, там, пускай через месяц. Где-то на отдыхе или там, не знаю, на пробежке я решил достать с дерева кошку, которая туда забрала испугавших собак, о чем меня попросили хозяева этой кошки, вот, а точнее мальчик, ну, ребенок. Забираясь на дерево и спускаюсь с него, я неудачно прыгнул, вот, и, значит, приземляюсь на ноги, почувствовал боль, такую вот, ну, не сильную, да, но боль в правой ладочке, к примеру, к примеру. Ну, почувствовал боль и, в общем-то, все хорошо. То есть, боль почувствовал, кошку отдал, побежал дальше, вот, пробежал нормально, все. Ну, нужно понимать, что боль – это опыт, который я получил. Опыт о том, что могло быть повреждения, там, не знаю, мышцы, связки, сухожилия, чего-то еще. Ну, я не очень разбираюсь в физиологии, поэтому, ну, так, не очень вспомню термины. Вот, суть, суть в этом. Значит, это опыт, который я получил. Но опыт, который я получил, это еще не все. Я должен как-то им воспользоваться. Я должен как-то его использовать, этот опыт. И важно понимать, что если я сделаю вид, как будто ничего не было, то опыт тогда останется нереализованным, и это будет приводить к тревожности. Но, видите ли, здесь тоже не все так просто. Вы можете сказать, ну, что, получается, 23 года, допустим, ты был спортсменом, все у тебя было хорошо. Далее вот эта ситуация, и после этого ты начал испытывать тревожности? Нет. Безусловно, нет. Здесь основная суть заключается в системе. Если я так отношусь к своему опыту, обесценивающе, то я отношусь так не только к этому опыту, но я отношусь так к определенной категории опытов, которые получаю. И раз так, то вот это количество, масса опытов, которые я не принял за внимание, которые я не учел, она растет. И она дорастет до определенного уровня, когда я и буду чувствовать тревожности. Но тревожность, это не чувство. Тревожность, это эмоция, а чувство, совсем другое. К примеру, я хочу, допустим, проявить симпатию к человеку. То, что я чувствую, это симпатия. И у меня есть желание ее выразить. Эмоция, которую я буду испытывать при этом, будет тревога, если человек, которому я хочу выразить симпатию, может не прийти. Я буду испытывать тревогу по этому поводу. Да, для тревоги должны быть основания. Но об основаниях мы сейчас в этом примере говорить не будем. Важно понимать, что есть чувство, есть желание и есть эмоция. Желание, чувство и эмоции здесь нужно различать. Желание, это сознательная потребность в чем-то. Чувство, это то, что мы чувствуем. Чувствовать можно вот симпатию, любовь в данном случае. А эмоция, это то, что мы ощущаем на более поверхностном уровне. Вот, примерно так. Таким образом, то, что вы описываете, по сути, это верхний пласт вашей эмоциональной составляющей. Там еще есть, собственно, желание, чего вы хотите. Или влечение, когда вы не знаете, чего вы хотите. Там есть чувства. И все это нужно разбирать. Тревога свидетельствует о конфликте. О конфликте определенных желаний или определенных чувств. К примеру, когда человек чувствует одновременно любовь и ненависть. Когда человек чувствует потребности, влече и отвращение. Ну, например, я хочу есть, но я чувствую отвращение к этому. Или, допустим, я хочу, к примеру, мясо, я чувствую отвращение к мясу. Опять же. Вот. Если происходит так мой противоречий, то человек будет ощущать тревогу. Потому что есть опыт, который не укладывается в привычную картину мира человека. И появляется потребность его вытеснить. Вот. По сути, тревога – это следствие вытеснения. Следствие того, что вы пытаетесь вытеснить что-то из того, что вы чувствуете или хотите. Вот. Ну, тревога уйдет, когда вы полностью вытеснете это. Но, понятно, что опыт, он не исчезнет и со временем может прийти, так называемая, расплата за неусвоенный опыт. Опять же, как лучший пример со спортсменом, там во время непосредственного соревнования можно при малейшей нагрузке стрессовой, да, можно получить там растяжение или травму или что-то еще. Вот. Так что это нужно учитывать обязательно. Вот такой ответ, я думаю, можно вам дать. Я надеюсь, что это было полезно. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо.